Наша сила в единстве, сильные духом, верные своей земле. Мы вместе. Здравствуйте, это программа «Мы вместе» в студии Анастасия Проскова. Мы знакомим вас с информацией о ходе специальной военной операции и о поддержке, которую оказывают защитникам Родины жители Хабаровского края. Министерство обороны России разместило на телеканале «Звезда» репортаж о работе фронтовой авиации. Российские истребители полностью контролируют небо над зоной боевых действий, а истребители-бомбардировщики прикрывают действия наземных подразделений Вооруженных сил России. Напомним, что ровно год назад указом президента Владимира Путина было присвоено звание Гвардейского авиационному Таллинскому полку из Хабаровского края. Полк базируется в Комсомольске-на-Амуре. Таллинский – это историческое название в честь освобождения Прибалтики в 1944 году. 17 ноября 2022 года полку присвоено звание Гвардейского за массовый героизм и отвагу в ходе проведения специальной военной операции. Отдельной мотострелковой бригаде Восточного военного округа также присвоено почетное наименование «Гвардейская». Торжественные мероприятия прошли в месте постоянной дислокации бригады на территории части в селе Князь-Волконском под Хабаровском. Бригада неоднократно добивалась высох реализатов в бою и сыграла важнейшую роль в проведении специальной операции на Украине. В указе президента России отмечено, что почетное звание Гвардейской мотострелковая бригада удостоена за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересах в условиях вооруженных конфликтов. Символ высокого статуса, георгиевскую ленточку и специальное навершие для древка на знамени части закрепил в Рио командующего войсками округа, после чего гвардейцы прошли торжественным маршем. Вклад Хабаровского края в национальную безопасность отмечен на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит в эти дни в Москве на ВДНХ. Выставка организована по инициативе президента России Владимира Путина. На ней представлены главные достижения российских регионов. Одно из них – авиастроение Хабаровского края. Завод в Комсомольске сейчас серийно выпускает боевые самолеты Су-35 и Су-57. Готовятся к сборке первые образцы истребителя пятого поколения «Сухой-75». Он сможет преодолевать без дозаправки до 3000 километров, разгоняться до двукратной скорости звука и нести более 7 тонн боевой нагрузки. Установочную партию планируется выпустить в 2026 году. Мы гордимся нашими инженерами и конструкторами. Я уверен, что наши комсомольские ребята не подведут. Так же, как не подвели страну, президент, армию и по Су-57 и Су-35. На предприятиях Хабаровского края будут производить и беспилотники для СВО. Компанию, которая уже выпускает дроны, посетили губернатор, министр по развитию Дальнего Востока и полпредпрезидента. Ежемесячно в этой компании выпускают по 300 беспилотных летательных аппаратов. Созданы современные условия производства, закуплено оборудование и сформирован запас комплектующих. Мультироторный дрон «Велес», который производят на предприятии, уже используется в зоне СВО. Быстрая ремонтопригодность, если мы говорим об учебных классах, чтобы не тратить по 3-4 дрона на человека. Этот можно ремонтировать. Планки Пикатинни, можно сюда все то, что на стрелковое вооружение, цеплять. Процесс производства беспилотников оценил полпред Юрий Трутнев. По его словам, в рабочих поездках он смотрит множество производимых на Дальнем Востоке дронов. Идет сравнение с теми, которые применяют в зоне СВО. У этого предприятия, говорит вице-премьер, показатели неплохие. В ближайшее время все комплектующие планируют изготавливать на местах и улучшать характеристики оборудования. Есть какая-то, скажем так, линейка характеристик, в которой надо конкурировать. Это и дальность, и переносимый вес, и устойчивость к рыбу, и, естественно, цена. Поддерживают компании, изготавливающие беспилотники по линии территории опережающего развития «Патриотическое». Сейчас на Хабаровском предприятии ведется работа по расширению производства и увеличению его объемов в три раза. До тысячи штук ежемесячно. Знак «За заслуги» перед городом Дебальцево получил глава Хабаровского края на международной выставке в Москве. Отдельный павильон на выставке «Россия» посвящен Донецкой Народной Республике. Экспозиция знакомит с историей региона и его экономикой. Посетители могут увидеть образцы полезных ископаемых, которые добывают на Донбассе. Представлено несколько разновидностей угля и скульптура «Роза», сделанная из переплавленных снарядов, собранных на территории республики. Также на выставке работает интерактивный проект «Карта гордости», который создавали сами жители Донбасса. Туда вносят восстановленные объекты, в том числе социальные. Например, детский сад в городе Дебальцево. Это есть уже на нашей карте гордость, и вся страна видит, что этим объектом гордятся, и кто нам помог его восстановить. Интересно. Спасибо вам за добрые слова. Город Дебальцево является подшефной территорией Хабаровского края. Регион помогает ремонтировать местные школы, детские сады и дороги. В этом году в Дебальцево восстановили 25 объектов социальной инфраструктуры, 7 объектов ЖКХ и 15 участков дорог. Также Хабаровский край отправил в Дебальцево пассажирские автобусы. За помощь в восстановлении Дебальцево губернатору Михаилу Дегтярёву вручили почётный знак за заслуги перед городом. Позвольте за тот вклад, который делает Хабаровский край, за вашу команду, и вас лично поблагодарить и вручить вам за заслуги перед городом. Такой отличительный знак города Дебальцево. Спасибо. Он займёт, Владимир Владимирович. Важное место у меня. Первый поток курсантов регионального отделения Центра воин завершил обучение в Хабаровске. Их выпускной посетили губернатор Хабаровского края и полпредпрезидента России на Дальнем Востоке. Первыми выпускниками курса дополнительной общеразвивающей программы стали почти 300 мальчишек и девчонок в возрасте от 14 до 18 лет. Они прошли обучение по оказанию медпомощи раненым, обращению с оружием, инженерной подготовке и даже работе с беспилотными летательными аппаратами. Для того, чтобы никогда больше не происходило войн, в России должна быть сильной. А значит, сильной мне должна быть темной. Я желаю вам успехов, желаю, чтобы вы из Центра воин были уверены в себе, понимающими, как защищать страну. Воспитанники Центра продемонстрировали навыки, которые они успели получить во время обучения. Центр воин в Хабаровске – один из 12 пилотных региональных центров, которые открылись по всей территории России. Мы благодарим за это Юрия Петровича Тротнева, Сергея Владеленовича Кириенко, которые этот проект реализуют. Для нас это большая честь. И я уверен, что наше подрастающее поколение будет достойно защищать нашу Родину. Сейчас в Центре воин обучаются хабаровчане, которые попали во второй поток. Их занятия начались с октября. Это была программа «Мы вместе». Напоминаем, что в Хабаровске продолжает работу Государственный фонд «Защитники Отечества». Туда могут обратиться сами участники СВО или их родственники, чтобы найти помощь в решении любых проблем. Его телефон – 96-67-42. Также работает горячая линия Министерства соцзащиты Хабаровского края – 23-23-23. На нее могут обратиться члены семей мобилизованных, которые нуждаются в помощи. Напоминаем, что в регионе продолжает работу горячая линия акций «Мы вместе» – телефонный номер – 122. Кроме того, работает и федеральная горячая линия акций «Мы вместе». Ее номер вы видите на экране. По указанным телефонам могут позвонить все, кто желает оказать поддержку участникам специальной военной операции. На сегодня все. Встретимся через неделю. Наша сила в единстве. Сильные духом. Верные своей земле. Мы вместе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...